Всем привет! С вами никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Почему так долго не было выпусков? Потому что часто были съемки, а камера одна, и трудно снимать о съемках, когда камера снимает съемки. Короче, я надеюсь, вы меня поняли. Но теперь новый формат. У нас есть GoPro. Основной прикол GoPro в том, что она маленькая, у нее есть фронтальный экранчик, и это удобно носить ее с собой и снимать никому не нужный блог. Насколько она будет качественна по звуку, я не знаю. Посмотрим в процессе. Вообще мы едем на студию RedWave, чтобы снимать обложку для некого релиза. Сегодня нам нужно будет снять рояль перпендикулярно сверху. Для этого у меня есть два решения. Взлететь вверх дроном и просто повесить камеру на кран. Посмотрим, что из этого сработает и сделаем выводы. Потому что новый опыт — это всегда самое интересное. Ну вот мы вырываемся на студию «Красная волна». Та-дам! Студия «Красная волна», дом музыки. Здесь отличное тон-отелье, которое построено, домик в доме. Идеальный саунд. Рояль! Короче, это Миша. Он нафигачил какой-то дичайший трек. Альбом выйдет 7 декабря, в день рождения моей мамы, кстати. Она его очень ждет. Ништяк. И вы тоже ждите. Надо снять крышку рояля с высоты. Думаю повесить камеру на вот эту стойку. И будет идеально просто. Опа! Круто справились, что-то сняли. Посмотрим потом на обложке релиза. Мы сейчас вот в таком вот крутом дворе. Даже не спрашивайте, где он. Но многие из вас уже знают. Так. Снимаем. Ориончики. Стоит ли вообще вести никому не нужный блок на GoPro? Хороший вопрос. Зачем ухудшать качество? Нет, это бессмысленно. Никому не нужный блок. Никому не нужный блок. Тут ничего не происходит. Я просто езжу куда-то, что-то делаю. Да и вам об этом рассказывают. Кстати, на GoPro не так хорошо будет получаться делать высококачественный монтаж. Дальше будет интересней. Гораздо интересней. Но только это вам не нужно. Гораздо интересней. Продолжение следует...